Российская тюрьма – одно из самых страшных учреждений, существующих на этой земле. Пожалуй, даже в самых жестоких странах – Камбоджа, Китай, Колумбия – нет таких страшных тюрем, как в России. По статистике, на 2017 год в местах лишения свободы находится 630 тысяч человек. Россия занимает первое место в Европе по количеству заключенных и по количеству совершаемых преступлений. Больше всего осужденных в России сидят за убийства. За это преступление осуждено 27,8%, почти 30%, в то время как в Европе за убийства сидят ровно наполовину меньше, то есть 15% заключенных. Но в этом ролике я хотел бы поговорить не о статистике преступлений, а о том, что, по моему убеждению, вся страна Россия представляет из себя одну большую тюрьму. Прежде всего в истории этой страны и ее советской истории существовали гулаги, это все знают. Миллионы и миллионы людей прошли тогда через сталинские репрессии. Сейчас в российском обществе никто не задумывается, насколько вся эта зона глубоко проникла в общество. Доказать это довольно легко. Если я сейчас начну перечислять слова из тюремного жаргона, то многие даже удивятся, что эти слова пришли из зоны, настолько плотно они вошли в язык. Ну, например, такие слова, как «прикол», «ничто иное, как шутка по фене», «стукач», «пацан», «погоняло», «мент», «мусор», то есть «милиционер». Кто не слышал, что милиционеров называют ментами? Такое ощущение, что их только ментами и называют. Крыша поехала. Крыша на тюремном сленге голова. Ксиво – деловое письмо. Кипиш – скандал. Колеса – наркотики. Лохи – простаки. Братан, кент, кореш. Параша – стрёмно, западло, шестерка. Вот есть русское слово «прислужник», оно вообще не встречается, а вот слово «шестерка» в России знают все, даже дети. Очень много слов из тюремного жаргона давным-давно перекочевали в нормальную жизнь. Люди пользуются активно этими словами и даже не задумываются, откуда они пришли. Многим кажется, что это обычное развитие русского языка. Чему удивляться, если мужское население либо побывали в тюрьме, либо родились от людей, прошедших тюрьму, либо так или иначе сталкивались с зэками. Что самое ужасное касаемо российской тюрьмы – это то, что в отличие от всех тюрем на этой планете, там существует кастовая иерархия. Я не хотел бы быть сейчас капитаном очевидностью, так как я сейчас говорю как раз с русскоговорящими людьми. Они наверняка все это прекрасно понимают, но мне необходимо все-таки как-то донести свою мысль, и поэтому придется об этом поговорить. Так вот, в российских тюрьмах четыре касты. Есть множество под каст, но в основном каст четыре. Главная обширная каста – это блатные. Над ними есть воры в законе. Но их так мало, что их можно не брать в расчет. А блатные – это такая тюремная аристократия. Они ни в коем случае не должны заниматься никакой деятельностью. Это такие своего рода руководители, контролирующие средства и следящие, чтобы в тюрьме все было по понятиям. Они определены черным цветом или черной мастью. У этих аристократов есть народ. Так называемые мужики – большая часть всех сидельцев. Это люди, попавшие в тюрьму и желающие только одного – отсидеть и выйти на свободу или волю на их жаргоне. Они не вникают ни в какие воровские законы, работают, никуда не высовываются, безвольные, забитые. Их называют серыми. Между мужиками и блатными есть еще одна каста, достаточно высокая. Так называемые козлы. Они – красной масти. Это те, кто входит в сговор с администрацией и добровольно работают на них. Они занимаются доносами, в некоторых тюрьмах они осуществляют контроль и отвечают за порядок. В основном это такое связующее звено между администрацией тюрьмы и зэками. Быть козлом считается непочетно, но эта каста выше касты мужиков. И иногда нахождение в ней может сохранить, например, жизнь, если этот человек полезен, скажем, работникам тюрьмы. Козлов трогать все-таки боятся. И последнее, самое интересное каста. Это так называемые опущенные, обиженные или на тюремном жаргоне петухи. Если их сравнивать с некоторыми до сих пор реально существующими кастами, а сейчас это только в некоторых районах Индии, Пакистана и Бангладеша, то они соответствуют касте неприкасаемых. Вот это архаичное поведение некоторых плохо развитых народов, когда отдельных людей опускают до состояния животных, без всякой на то причины, сохранилось в самых отсталых странах и существует только в российской тюрьме. Больше нигде в мире деление на касты не отмечается. Итак, чем занимаются петухи? Я очень извиняюсь за подробности, но это придется сказать. Это люди, которые только чистят туалеты, иногда раковины, иногда камеры. Ни в коем случае по тюремным понятиям к ним нельзя прикасаться. Есть с их посуды или пить с их кружки. Нельзя одевать их одежду. Если ты только нарушаешь эти правила, ты тоже становишься одним из них. При том, становятся петухами не только те, кого специально насилуют в тюрьме и, так сказать, опускают, но и тех, кого могут облить мочой, например, специально сделать их нечистыми. Или, как я прочитал в интернете письмо одного парня, которого сделали петухом за то, что он дрался и в драке упал и ударился головой о унитаз. Вот то, что он именно головой ударился, он автоматически стал опущенным, как бы нечистым. Совсем неугодных арестантов, политических заключенных, например, или те, кто не согласны с жестоким регламентом, опускают по заказу администрации. Сговариваясь с блатными или козлами, они сдают такого человека на горе, как они говорят, для того, чтобы его унизить, полностью сломать. Потом человек живет жизнью животного, спит около туалета, с ним нельзя общаться, ему дают оскорбительные имена, в основном женские и так далее. То есть эта каста предназначена для лишения человека всякого человеческого достоинства. Зэки, попавшие в нечеловеческие условия тюрьмы, выбирают несколько человек и начинают создавать атмосферу, когда одному или нескольким должно быть еще хуже, чем всем остальным. Представьте себе эту звериную потребность унижать, насиловать, глумиться. Интересно то, что вступать с ними в гомосексуальную связь не считается грехом. Значит, брать за руку нельзя, сидеть на одной наре нельзя, а вот гомосексуальный контакт можно. Представьте себе всю болезненность извращенного сознания, хотя любому нормальному здоровому человеку понятно, что в гомосексуальной связи участвует два человека, и оба при этом являются гомосексуалистами по факту. Потому что в тюрьме, как и в обычной жизни, всего 3-4% так или иначе вступают в гомосексуальные связи, а остальные могут сидеть по многу лет и никогда ни разу ничем подобным не заниматься. Вот это и есть типичное проявление жизни по понятиям. На Западе тоже в тюрьмах есть гомосексуалы, но при этом никому в голову не придет одного считать за гея, а другого нет. А в России по здравому смыслу должно было бы тоже так считаться, но есть понятия, а по ним можно как бы объявить законы вне законов. Когда закон не функционирует, люди начинают изобретать некие негласные правила. Также изначально предусмотрена ложь. По тюремным понятиям любой мужчина, хоть раз занимавшийся оральным сексом женщиной, считается петухом. То есть петухами, получается, являются все мужчины, находящиеся сейчас на свободе, так как в наше время все, от слова абсолютно все мужчины и женщины, занимаются оральным сексом. И когда человек попадает в тюрьму, ему могут устроить унизительный допрос с подробностями. Занимался ли ты когда-нибудь? И человек вынужден врать. Я, да что вы, да я, да никогда в жизни, да боже упаси, да мне бы это в голову никогда не пришло. Людей даже предупреждают об этом заранее, чтобы они, не дай бог, не обмолвились. И таким образом изначально врут все. А потом боятся, чтобы их, не дай бог, не поймали на этой лжи. Интересно, что слово мужик среди людей, то есть тех, кто на воле, в России имеет положительный оттенок. Может, это кому-то сейчас покажется странным, какой-то чудак, издалека не понимает, почему слово мужик хорошее. Но это действительно. Когда ты долго живешь за пределами России, многие вещи и слова начинаешь оценивать по-другому. Так вот, если вы забьете слово мужик в любой переводчик в интернете, то аналогов этому слову вы не найдете. По-английски выдают вариант «керн». По-немецки «керн». И то, и другое слово буквально обозначает «деревенщина». Это и есть, по большому счету, истинное значение этого слова. Мужик на самом деле в России был человек, занимающийся простым трудом или пахарь в деревне. Крепостной мужик. Ну а в тюрьме мужиками называют этих самых серых. Люди без права, без собственной воли, живущие в страхе, чтобы их, не дай бог, не опустили блатные. Это совершенно сломленное, безвольное существо. Точно так же плотно вошло в жизнь слово «баба». Очень грубое слово, буквально обозначающее следующее. Баба – это замужняя крестьянка, простая женщина, не из образованных. Это вот это. Русские женщины в наши дни спокойно, даже между собой, называют себя бабами. И это никого не смущает. Мы тут собрались с бабами, у нас бабский коллектив. То есть получается коллектив из необразованных крестьянок, если так подумать. Интернет выдает информацию, что даже есть песни в России «Все мы бабы-дуры» или «Бабы кругом одни бабы» и прочее. Люди совершенно перестали обращать внимание, как они друг друга называют. Никого не смутит разговор двух образованных в кавычках женщин? Хорошего мужа ты себе нашла, отличный мужик. Это, простите, кто? Крепостной или сиделец из зоны? Это кто мужик? И, кстати, попробуйте в ответ на какой-нибудь призыв в России «Эй, мужик», ответить «Я не мужик тебе». Но если успеешь добавить холоп, то, может быть, пройдет, а так отгребешь кучу оскорблений, как это не мужик. Оскорблений на совершенно непотребное применение этого, по сути, унизительного слова. В дореволюционной России на это самое «Эй, ты мужик» сделали бы большие глаза и ответили бы «Да что вы, голубчик, сударик, какой же я вам мужик?» «Мужики, простите, в поле работают». Как и бабы, кстати, там же снопы вяжут. Попробовали бы вы рассказать кому-то, что, дескать, хорошая у меня баба, вас бы в те времена не поняли вовсе. Сейчас же можно заметить, что если я кому-то напишу в комментариях «Мадам», то дама может реально обидеться и ответить язвительно «Какая я вам мадам?» «Мадам», кстати, французское слово, вежливое обращение госпожа сударыня. А вот на бабу никто не обижается. Просто привыкли. Степень уважения к самим себе упала до этого самого деревенского ботратского уровня. И никто об этом не задумывается. К чему весь этот ролик? К тому, что я понял. Россия – страна либо бывших зэков, либо их потомков. Территория населенная мужиками и бабами. Есть еще пацаны, что тоже из тюремного жаргона обозначает «блатной в малолетке». Так вот, мужчина в России, если он еще не мужик, то он, скорее всего, правильный пацан. Пацаны, мужики, бабы, телки – все это оттуда, из тюрьмы. Так кто этими людьми управляет? Естественно. Пахан. Авторитет. Вор в законе. Тот, кто следит, чтобы все было не по закону, а по понятиям. Иногда он проговаривается и начинает со всем миром говорить на этом самом русском в кавычки языке жаргоне. Его в других странах при этом плохо понимают. Считают, что он живет в другой реальности. Да, он живет в реальности своей страны-тюрьмы. Путин и вся его банда и есть эти самые блатные. Произошло слияние администрации тюрьмы и блатных. Есть в этой стране козлы. Это вот эти, кто работает на администрацию тюрьмы за то, чтобы остаться в живых и получить пайку чуть побольше. Они выполняют четко определенные, закрепленные за ними функции. Все они несвободны. Все они живут в страхе. Эти козлы очень сильно боятся оказаться в касте мужиков. Лучше уж быть козлами в касте повыше, считают они. Так вот, как мы видим, в России тюрьма лишь копирует само общество. И в обществе негласно существуют касты. Но самое грустное, и я бы сказал страшное, будь я житель России, это правило, из высшей касты опуститься можно, но вот подняться наверх нет никакой возможности. Тюремные касты не предусматривают ни единого варианта поменять одну касту на другую. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Вот и думайте, у вас еще есть сомнения, что вы живете в тюрьме строгого режима? Пользование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Да они, как я вчера сказал одному из своих коллег, траву будут есть. Понимаете?